Доброе утро, понятно что за телефон в первую очередь, да? Ай-яй-яй! Всем доброго! Да ужас! Встали с полшестого. И главное, знаешь, не надо им ничего. Я им даю то, сё. Нет, ничего не надо. Выпусти, говорит, нас. Так оживём. Пойдём отсюда, Дим. У-ж-а-сти. Так вот начинается наше утро весело. И с огоньком. Я бы, честно говоря, ещё поспала бы. Пойдём, наверное, гулять пока что. Они же сидеть не будут. Идём гулять. Поэтому в 10 часов у нас всех просто взрослых, я имею в виду, вырубает. Привет. Мы, кстати, так вот и ходим гулять. Как вы поняли. Босиком. Почти Егор где-то там застрял. Привет, Кубик. Кубика, кстати, у нас тут на днях. Пчела за лапку укусила. Он тут подхрамывает ещё периодически. Так, а ребёнок мой уже ушёл куда-то. Ну и что? Это такое... Кстати, кошку достает. Скажи, что ты убегаешь? Непонятно, да? Достаточно свежо с утра, несмотря на то, что днём очень жарко. Свежо. Прям очень приятненько. Деде. Деде. Не надо это трогать. Это бабушкина. Дим. У нас тут, смотрите, просто джунгли из девичьего винограда. Всё тут заплёл, замотал. Просто шапкой такой пышной. Так что, если вы хотите закрыть свой забор, допустим, то можно так. Ушли куда-то. Дети мои! Что будем делать с вами? Всё, дети ушли на батуль. Как вы прыгаете? Прыг-прыг! Всё, что ли? У нас уже сливы падают. Уже тоже спеют. Надо их уже будет скоро снимать. Сливы-сливы-сливы-сливы. Не надо! Фу! Всё неплохие. Я, знаете, тут подумала и решила, что я не буду, наверное, сегодня укладывать на второй сон. Потому что потом они, вот это вот, во-первых, поздно ложатся, а во-вторых, очень рано просыпаются. Ку-ку! Да тихо, Дима! Ты чего кричишься? Спят вообще-то в это время. Егор вообще ушёл. Где вот Егор, Дим? Так что попробую сегодня так. Зато пораньше лягу. Кто там? Там киса. Кошки в шоке. Да, и кубик тоже. Нашёл всё-таки сливу. Но хоть нормально? Ой! Мама, скажи. Кто здесь? Тебе тоже сливу надо? Ну, давай поищем. Какую тебе дать? Сейчас. Надо посмотреть, какая она солнышкиц. Сейчас, Егорушка. На. Перед завтраком можно перекусить и фруктами. Правда? Дима, тебе вкусно? Вкусная слива? Видно, да, раз не хочет отдавать. А это что такое? Выброси, улитку выбрось. Дай. Что, вкусная слива, Егорка? Вкусная. Вкусная? Тебе нравится? Дима, вкусная слива? Вкусная? Ай, как Егор, нравится слива. Мне тоже такие сливы нравятся. Тебе дать другую? Давай. Съел уже, да? Еще дать? Показывает, говорит, дай еще сливу. Ну, давай, сейчас найдем тебе какую-нибудь. Да, да, да. Я даже не знаю. Какой тебе такую выбрать? Давай вот такую. Держи. Ой, не тебе. Тебе. Чего? Кушай. Так она не волосатая. На, Егор. Короче, Диме не нравится шкурку откусывать, поэтому... Поэтому они поменялись с Егором. Ну, это, в общем, их дело. Я особо в такие вот вещи их не лезу. Пусть сами разбираются, называется. Вот, походу, мы разбудили Ксюшу. Да? Егор. Кто Ксюшу разбудил? Ну, так все и встали в 6 утра. Смотрите, еще вот такая штука классная. Наташа купила своим девчонкам расчесываться. Потому что после моря волосы расчесать вообще нереально. И вот такой кондиционер наносится перед расчесыванием. Очень, даже, очень неплохой. Так что, у кого есть такие проблемы, то, в общем, приобретайте. Я в итоге легла с малышами спать. Не выспалась. И сейчас опять не выспалась. Игроба, чтобы не к нам есть... Смотрите, какая у нас вкуснота сегодня на обед. Борщик. Мы, кстати, всегда добавляем уксус с сахаром, который... В общем, уксус в свеклу с сахаром там потушить. И потом очень вкусно. Вот, это малышам остывает. Сейчас я тоже себе налью и буду потом кушать после них. Так, мы тут собираемся на море с малышами. Потому что у Кристины... Кристина не поедет, у нее горло болит. Вот. В общем, вот эти сумки. Они меня прям очень сильно спасают. Например, мои любимчики. Вот. Потому что они, во-первых, очень крепкие. Ничего не становится. И очень все легко достать, разложить. Они вроде как бы маленькие. Но в то же время очень компактные. А вот в этой я ношу... Ну, такой, знаете, то, что с собой документы какие-то там. На машину какие-то там. Так, ключи. Ну, все такое. В общем, все, что нужно мне, оно идет в этой сумке. А для малышей я беру такой рюкзак. Не беру, потому что, в общем, я его ношу пустой практически. Смысла нет. С малышами, конечно, удобно было. Но когда они совсем маленькие были, там все положить туда. Нагрузить. На плечи надел и пошел. Вот. Так что вот такая вот сумочка. Это просто что-то с чем-то. Но мы собрались таки на море. А сегодня мы без Кристины. Так. Надо еще йогурт отключить. Сегодня мы без Кристины. Я уже сказала, у нее горло болит. Вот. Поэтому с малышами и с мамой поедем, покупаемся. А то они один раз только искупались, ездили. После всех вот этих вот дождей и так далее. Вот. Поедем съездим. У нас очень жарко, конечно, просто. Просто невозможно. Хотя с утреца прям было прохладно. Я уже хотела малышам футболки надеть. Так прям свеженько было. Ну, с утреца это имеется в виду в 6 утра. Вот. Да. Как мы? Поедем, да, сейчас? Поедем. Малыши. Сидят уже, ждут. Любители ездить на... Давай я тебе закрою окошко, чтобы на тебя солнышко не светило. Давай. Вот. Поехали. Мы перешли на пляж. У нас сегодня волны. Так что, не знаю, наверное, наденем круги. Мы будем пробовать на кругах, потому что здесь и смоет просто-напросто. Будем расстилаться. Поехали. 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 Кто уронил камеру? Егорка с бабушкой там релаксируют. Дима сказал, что ему надоело. Плаваю. Сидят, трескают персики. Да? Вкусно вам? Вкусно. А море волнуется сегодня. Сидят, трескают персики. Сидят, трескают персики. Сидят, трескают персики. Пойдем покупаемся. Пока дети заняты персиком, я могу пойти покупаться. Кстати, забыла вам показать, но ладно, буду выходить, покажу вам вставки, которые помогают делать так, чтобы было не больно купаться, ходить по камням, потому что я знаю, что очень многим больно ходить и эти капли прям реально спасают. У меня у мамы разные, но посмотрите. Расскажу как. Плюсы одних и вторых. И минусы. Вот. Это для тех, кому больно по галичному пляжу ходить. Море в этом году шикарнейшее, так что у кого есть возможность поехать на море, всем советую. Кстати, все эти байки про то, что там в Сочи, в Крыму некую встать и яблоку упасть на пляжи, все это байки. На самом деле, у народа столько же, сколько и в обычный сезон. Если вас пугают такие страшилки, то это просто всего лишь страшилки, ничего больше. Ой! Все, он на камень. Ой! Вот. Что у нас еще такого интересненького поведать? Ну, у нас, вот видите, сегодня ветер полна, но море очень-очень теплое. 26-27 градусов. И это очень опасно. Вообще, нам уже осталось месяц где-то тут побыть примерно, и мы поедем, а правда, домой. И мне все время так грустно, когда заканчивается лето, потому что вроде мы уже тут долго-долго, но каждый год, когда заканчивается для нас наш отпуск, все время так грустно. Не знаю, я как всегда обычно, вот в этом моменте, когда просто можно плавать в море, посидеть в теплой водичке, будь теплее. Вообще, лето это мой любимый сезон, время тот любимый. Так что, я прям люблю это все дело. Ой, ой, ладно, пошла я. Покажу вам тапочки. Вдруг мама еще хочет покупаться, но тут по очереди, пока дети едят, мы покупаемся. Так, смотрите, сейчас я выйду и покажу вам тапатули. Оп, 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 оп. Вот, смотрите, вот такие тапочки. Вот здесь они тканевые, внизу резиновая подошва. Вот. Они на самом деле маломерят. Вот эти мы покупала мама на Валберисе себе, но они ей малы. Это размер 38, а носим мы 37-37,5. А у мамы мои, резиновые, но мне они большие. О, дети пошли, смотрите. Да пусть идет. Так. Внимай. Уселся, а что такое? Так, про вторые тапочки попозже. Егор застыл, что-то там. А что? А что тебе не так? Что? Что хочешь? Пойдешь? Мы уже дома. Дома, дома, дома. У нас, видите, сеанс шахмат. У нас тут снимают. Вот так вот, раз мы. Партия. Иначе, 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 иначе. Стоп, в селон, ион, и здесь одинаково, иначе. Так, где мои козявки? Ты смотри, вон они уже там вам дают. Козявки уже что-то собрали там. Опять яблоки. Да яблоки, в принципе, надо их порезать. Там есть порезать. Ой, пусть едят. А яблоки. А яблоки. А яблоки. А яблоки.